Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». С 7 марта по 13 марта у всего православного мира будет неделя мясопустная, сырная неделя. Седмица получила в народе название «масленица». От того, что в этот период времени, последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу в основном молочных продуктов, яиц, сливочного масла и рыбы. В ее продолжении устав предписывает воздерживаться от мяса, причем обычный пост в среду и пятницу отменяется. Смысл сырной седмицы в примирении с ближними, подготовке к покаянному пути, к Богу, прощении обид, подготовка к Великому посту. Время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, совершению добрых дел. Дата начала масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. В христианстве за две недели до видимого ограничения в пище масленицы идет подготовка человека к Великому посту. В храмах начинают совершать постовые молитвы и песнопения, настраивающие на жизненно важный процесс – покаяние. И за неделю до Великого поста начинается пост на мясные продукты. Да, мясопустная неделя, масленица – это уже по сути своей пост. В православии нет привязки к природным явлениям. Мы не отправляем зиму на юга и не встречаем весной с командировки. Не зря сама природа, пытаясь нас научить поклоняться истинному Богу-Творцу, а не твари. После масленицы иногда устраивает морозы и метели. Но этого уже фанатики почему-то не замечают. Ведь у них своей-то масленицы нет. Вот они и липнут к православной сырной седмице. Духовность в христианстве выше естественного языческого начала. Это в какой-то мере преодоление пространства и времени. Это религия от Бога с небес. Такое приготовление к Великому посту есть древнее установление церкви задолго до вхождения на территорию Руси. Так уже знаменитые проповедники IV века, святые Василий Великий и Иоанн Златоуст, в своих беседах и словах говорили о воздержании в неделе, предшествующей Великому посту. В VIII веке преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы на неделю сыропустную на масленицу. В IX веке Георгий, митрополит Некомедийский, составил канон на неделю о мытаре и фарисее. Масленица завершается умиротворяющим, а не разгульно сумасшедшим, прощенным воскресением. В прощенное воскресение надо с утра быть на богослужении. В храмах совершается чин прощения, когда священнослужители и прихожане после особых молитв взаимно просят друг у друга прощения, кланяясь в ноги, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Физически вы не успеете у всех попросить прощения воскресения. Для этого и есть сырная неделя или масленица. И согласно древнейшей традиции, ее необходимо проводить так. В понедельник-вторник свекор и свекровь шли к теще и тестью, просили друг у друга простить их ради Христа. В среду зять шел к родителям жены, просил прощения, кланяясь до земли. В четверг-пятница родители и невесты в дом к зятю приходили и также просили друг у друга примирения. В субботу родственники мужа приходили в дом к сыну и просили прощения. Традиционно на Руси в эти дни, встречаясь даже на улице, люди говорят «Прости меня, в чем я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом». «Бог тебя простит» и «Божья Матерь», – отвечают обычно ему. Пост состоит не только в воздержании от скоромной пищи, но и в обуздании языка, сердца и очей. Все это является приготовлением к светлому Христову Воскресенье, а не к весенним равноденствиям. Не все традиции полезны, даже если они древние. Иногда бывают и опасны. Когда мы хотим, чтобы девочка стала хорошей мамой, мы учим ее пеленать и ухаживать за пупсиком, который имеет вид ребенка. Но это не ребенок, это кукла в виде младенца. А кого мы воспитываем, когда делаем куклу в виде женщины, называем ее масленицей, а потом под общее ликование сжигаем ее? Подумайте, стоит ли в этом участвовать? Это страшный отголосок языческой мерзости, отношения к женщине. Как заметили мои знакомые, это чудовищное, скрытое в языческой глубине гей-движение. Вспомним наставление святителя Тихона Задонского. «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам церкви следует поступать в эту неделю во всем гораздо воздержанней, чем в предыдущие дни, хотя воздержание всегда полезно». Каждый год в нашей необъятной стране появляются новые храмы. Приятно замечать, что на месте, где когда-то ничего не было, теперь возвышается величественный Дом Божий. И нам порой кажется, что жизнь здесь зародилась только после строительства храма. А ведь это совсем не так. Община собралась и сплотилась, когда храм только начинали строить. Люди носили кирпичи, месили растворы, что-то подавали, собирали и делали много той необходимой работы, которую сейчас даже не видно. Настоятель храма Архангела Михаила про Таиреи Игорь Подоситников рассказал нам историю Дома Божьего, которая началась с благословения. Владыка Гезион благословил найти новое место в новом микрорайоне, поскольку он полагал, что город будет расти, умножаться, и нужно смотреть на перспективу. И мы с главой города, тогдашним главой города, Александром Георгиевичем Луниным, сели на машину, объезжали Михайловск. Вот мимо этого пустыря мы проезжали множество раз. Действительно, здесь был пустырь, и вокруг практически ничего не было тоже. Это был новый микрорайон, только была проложена вот эта дорога, которая сейчас очень такая, по которой активно сейчас движется автомобиль, раньше этого еще не было. предлагали нам разные места, но как-то вот они все не нравились. А вот это место почему-то сразу понравилось. И когда посмотрели в документы, оказалось, что здесь ничего не мешает строительству, не проходят никакие коммуникации, не выделено кому-то это место и так далее. И просто Господь хранил это место для храма. И оказалось, что это самое высокое место в городе Михайловске, это самая высокая точка. И его, поэтому храм видно отовсюду, откуда кто не ехал, не шел, он виден отовсюду. Торжественная закладка первого камня состоялась в июне 2002 года. Трудностей, конечно, было немало. Но жители города не унывали, они продолжали с Божьей помощью благое дело. Сегодня это уже красивый, величественный храм, в котором регулярно совершаются богослужения. Но отец Игорь, вспоминая все эпизоды строительства, в первую очередь благодарит своих прихожан. Все это труды наших прихожан. Мы по кирпичику собирали денежки, мы по кирпичику сами складывали его, думали о том, как оплатить труд рабочих. Мы ходили по городу с кружкой, с протянутой рукой, кто копейку, кто 10 рублей, кто тысячу жертвовал. С этого все собиралось. Устраивались субботники постоянные, на которые собирались и старый млад. И все, что могли, что было в наших силах, в нашей компетенции, мы делали, помогали. И теперь, когда храм благоукрашается, вот икона, которую вы здесь видите, это все пожертвования наших прихожан. От конкретного человека или от конкретной семьи, подсвечники, люстры. И сейчас, видите, ведется роспись храма. Это тоже на пожертвования прихожан. Многие приходят и спрашивают, а кто спонсор росписи, а кто спонсор храма? Вот они, мои спонсоры, они стоят здесь в храме, молятся вместе со всеми, сообща. Это самые главные спонсоры и благотворители, наши прихожане. И они у нас самые лучшие. А ведь и правда, все, что можно увидеть на территории храма Архангела Михаила, сделано заботливыми, любящими руками. По-другому просто бы не получилось. Как только нам удалось пообщаться с верными помощницами настоятеля, сразу стало ясно – это удивительные, добрые женщины. Они любят свой храм, заботятся о нем, стараются сделать его уютнее и красивее. А еще они очень любят своего настоятеля и друг друга. А как может быть иначе в настоящей семье? Радостно то, что я уже четвертый год, скоро четыре года работаю, идет молодежь. Вот там бабушки приходят по празднику, а в течение дня я всегда наблюдаю, что идет 23 февраля, шли то прихожане, то, скажем, захожане. Идут, идут целый день с детками, с семьями. И это очень радует. Вообще, такие праздники, радостно, что люди идут. Вот им всем нравится наш храм. У нас очень хороший настоятель, отец Игорь. Его все любят проповеди слушать. Он у нас очень такой вот, батюшка, хороший, умный. Мы его все любим. И вот тянутся еще к батюшке. Вот батюшки нету. Поездку батюшка по Лоннической едут сразу. Все готовы ехать, потому что батюшка едет. Это тоже много, значит, от пасторя зависит. Лариса Акимовна, которую многие здесь называют по-семейному Акимовна, сейчас тоже послушается в свечной лавке. А до этого она была здесь главным садоводом. Говорит, что не мыслит своей жизнью без храма. С первого дня, как храм открылся, я тут в храме. Я своей жизни без храма не представляю. Я живу одна. В четырех стенах тяжко и тяжело. Храм – это моя отдушина. Люблю всех наших батюшек, особенно отца Игоря нашего. Он человек, конечно, бесподобный во всех отношениях. И ласковый, и добрый. Всегда выслушает и поможет. И советом, и всем. И своими добрыми делами. Но мы, глядя на него, тоже стараемся сделать что-то, чтобы и красиво у нас, и хорошо было. Деятельный настоятель на строительстве храма останавливаться не собирался. Не так давно на прихрамовой территории возник молодежный центр, куда теперь можно прийти, пообщаться, попить вместе чай, обсудить волнующие вопросы. Главная цель создания центра – привлечь больше молодежи, чтобы парням и девушкам было где собраться. Различные у нас концерты, православные концерты, и концерты духовной музыки. Воскресная школа очень часто задействована, кукольный театр у нас. И очень много планов мы строим на будущее. 15 февраля в молодежном центре Михайловского собора у нас состоялся Сретенский бал. Сто лет спустя в городе Михайловске вновь зазвучала музыка Сретенского бала. То есть Сретене – это православный праздник, в переводе означает «встреча». В нашей жизни очень много происходит встреч. Это встреча с Богом, с другом, с любимым. И бал дает нам такую возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых. За чашкой чая отец Игорь рассказал нам о своей семинарской жизни, о встрече с матушкой и, конечно, с особой теплотой и нежностью. Он говорил о служении в храме святого апостола Иоанна Богослова в селе Тугулук. Тугулук для меня и для матушки, для нашей семьи – это как первая любовь, на самом деле. Потому что первый приход, где нас приняли, что мы были, у меня 20 лет не было еще, когда меня рукоположили и отправили на этот приход. Сейчас удивляюсь, господи, как хватало ума вообще, там, что-то говорить, что-то делать. Самое главное, до сих пор, вот уже 16 лет, как в Тугулуке, мы не служим, но, тем не менее, до сих пор поддерживаем связь с прихожанами, и общаемся, и приезжаем в гости, и они приезжают к нам. Ваня у нас там родился, и в его паспорте так и записано, что место рождения – село Тугулу-Грачевского района. И назван был Иоанн в честь святого апостола Иоанна Богослова, в честь которого был храм в Тугулуке. Казалось бы, что еще? Храм есть, территория постепенно благоукрашается. Есть молодежный клуб, который, слава Богу, пользуется спросом. На праздники там всегда собирается много людей. Есть добрые, преданные прихожане, которые всегда помогут и поддержат. Так что еще? А вот у отца Игоря впереди много планов. И это так здорово. Ведь когда есть к чему стремиться, жизнь продолжается. И мы знаем, что с Божьей помощью все эти планы осуществимы. Надеемся, что вскоре мы снова приедем в этот замечательный храм, к этим искренним людям, и расскажем вам что-то новое. Екатерина Зубкова, Данил Сердюков, Виталик Гринёв. Специально для программы «Ставропольский благовест». Дорогие отцы, братья и сестры, постараемся, насколько возможно, пройти и этот период Святаго и Великого Поста. Господь все для нас устроил благодатно в этой жизни. Остается самое малое. Поблагодарить Его за Его любовь к нам, может быть, через те небольшие усилия, которые нужно вложить в том числе в дни Святаго и Великого Поста. Попаститься, помолиться, насколько возможно, каждый день, как можно чаще в Божий храм прийти. И, конечно, искренне поисповедавшись, как бы на Голгофе у ног распятого Христа, причаститься к святых его христовых тайн. И, конечно, тогда в великой радости встретим праздник Святой Пасхи – Воскресенье Христово. Как говорил Господь, будем поститься постом приятным, не будем показывать, как фарисеи, уныние во время поста, будем радостными и благочестивыми. На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok